Летом 2022 года у нас выдалась возможность посетить Грузию. И в течение трех недель мы объехали несколько городов, посетили интереснейшие места и везде очень много и вкусно поели. А так как в Грузии еда это просто что-то большее, чем еда, так и в нашем видеоблоге грузинской кухне будет посвящен отдельный ролик, потому что она этого заслуживает. А уже непосредственно видео о путешествии будет чуточку позже. И поэтому я подниму последний бокал вина, привезенного из Грузии и пожелаю вам приятного просмотра. Гоу, мартёс! Итак, мы прибыли в самое интересное и необычное место под названием Домашняя кухня. Здесь реально такой даже не ресторан, а как сказать, что это как будто квартира, где просто готовят. Но рейтинг у него аж 4,9 на гугл-картах и 169 отзывов. И думаю, он сегодня пополнится еще одним отзывом в 170 ровно от нас, потому что нам принесли наконец-то баклажанчики. И начинаем закусок. Сейчас, секунду, нужно еще один попробовать. Это определенно не то, что там приносили в ресторанах, потому что здесь это приготовлено как-то по-интересному. Оно чуть более соленое. Кому-то может казаться, что это сильно соленое, но мне это прям понравится. Паста, которая лежит на баклажанах, она очень интересная. И помимо самих баклажанов, тут еще, как можно заметить, большая тарелка огурцов и помидоров. Просто так ко всему подали. Я прям просто в шоке. Они прям на все деньги делают. Кстати, о деньгах тут нигде нету цен, так что мы еще даже не знаем, как за это все заплатим. Их еще не видел. У меня немного задачный вид, потому что сегодня мы довольно-таки поздно позавтракали. И решили, что мы чуть-чуть совсем голодные. И съесть буквально по одному-две закусочки. Я заказал шокер-рули. Я думаю, эту порцию нам бы хватило на всех. Еще мы заказали долму. Долму было уже чуть поменьше, но тоже немало. Ох, е-мое. Ну что, давайте это все попробуем. Для начала долма. Берем один кусочек. Она, кстати, не разваливается. Шикарно сделана. Просто супер. Со сметанкой. Ох, е-мое. Так все аж замерли. И молчат. Пока я ел долму, охреневал от ее вкуса. Которая была действительно очень вкусная, классная. И со сметанкой домашней. Прям муа. Шикарно заходит. Нам еще принесли два супа. Еще у нас хачапури. Нахрена мы столько заказали. Я в шоке. Просто сам не знаю. Ай, господи. А еще картошечка к швачками рули прибыла. Домашняя нежечная картошка, которая рассекается во рту. Немножко отваренная. Потом еще поджаренная. Курица прям супер горячая. От нее пар течет и дышит. Это прям... Нужно ее еще в лед куда-нибудь положить, чтобы она остыла. Но если что, она вот так выглядит. Кстати, я сейчас смотрю на эту тарелку. На это блюдо. И внутри там она все плавает в масле. Курочка вполне простая, но очень вкусная. Очень классная. Мы еще доказали один куриный бульон и супчик, который наполовину съеденный. Супчик очень свежий, наваристый, вкусный, с лапшой. Хотя сказали, что могут сделать с чем угодно. И с рисом, и с фирмишелем, и с чем угодно. Было очень вкусно, прикольно. А с такими еще небольшими специями, такие как аджика, паприка, томат, что-то такое вот. И мне очень понравилось. Когда ты уже наешь, ты и перел из таких хачапури, хинкали и тому подобного очень много теста. А вот супчик лучше всего заходит. Мы полные животы набитые, но это не значит, что мы не запихнем в себя еще пару блюд. Это, конечно, не грильский хачапури. Какой он горячий, господи. Попробую. Да, вот этот вот кусочек ужины. А, я думал, жена даст хачапури откусить. Да уж, фигушки. Вот так вот женишься на человеке, а она потом даже хачапури не даст откусить. Мега горячий. Да, мега сырный, офигенный. Ммм, очень сырно, очень вкусно. Еще с маслом. Там же масло еще внутри. А, тесто с маслом, поэтому оно такое. Вот еще бы вина к этому всему. Если бы не нужно было быть за рулем, еще бы вина выпить, вообще было бы классно. А еще здесь подавали хинкали, которые я уже попробовал за кадром. И они были шикарные, с кинзой, с мясом. А, очень вкусно. Но на камеру уже, к сожалению, пробовать не буду. Но вот так они выглядят. Очень вкусные. Я же могу быть не совсем объективен. Давайте спросим у людей со стороны, как им понравилось это все. Так много еды, что мы даже не могли... Мы даже не могли читать... Меню. 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 Все могут обработать. Меню. 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 до стакана это же большая работа очень много работ очень много надо трудиться чтобы дойти до стуля и до кубшина это очень много работы но у вас все дошло и все отлично очень вкусно спасибо так вам тоже огромное спасибо ребята что посещали моим заведение и я тоже очень довольна и что я думаю что ко мне приходят самых-самые хорошие люди дай бог вам счастья и здоровья всегда что у вас было и здоровье и возможности путешествовать таким приятными словами можно и отправиться дальше путешествие давайте счастья и здоровья вам спасибо пока на мосту святой тамары и водопада было очень много народу поэтому там было некомфортно и неинтересно но как можно поднять себе настроение заехать винный погреб шерва шидзе кстати как сюда попасть довольно таки интересно для начала гугл вас идет по очень серпатиновой и непонятной дороге по которой очень тяжело проехать а потом на въезде вас будет ждать звоночек и который открывает ворота и говорит вам добро пожаловать без каких-либо запрещающих знаков есть он запрещен а просто по-грузински с колоритом с добродушием заходите сюда и пробуйте наше вино как вы можете заметить мы сейчас стоим чуть повыше и эту конструкцию называют башня алфавит такая же как есть батуми но еще хозяин называют эту башню титаник так как можно развернуться назад и наслаждаться всеми красотами аджарии в меню у них всего два вида первое это за 10 лари просто дегустация вина коньяка и чачи а второй вариант это заплатить 35 месяц с обедом вот так выглядит обед в винном погребе шарвашидзе но это еще только начало сейчас будут подносить вино слушайте на первое они принесли такой супчик который по виду напоминает окрошку но он очень горячий туда входит масло сыр и немного творога все это в сливках перемешано и 5 видов трав включая кинзу знаете я бы это ни за что бы в жизни не заказал бы в ресторане но когда мне это принесли я попробовал это просто мега сливочно нежно и очень вкусно я ел раньше очень много крем супов разных но вот именно этот самый классный просто бомба кстати нам уже принесли первое вино но мы его так быстро выпили не успели о нем даже ничего сказать надеюсь следующий нам прокомментирует принесли второе вино но на видео он только первое красненькое сухое и знаете я его пробовал и на запах оно намного лучше чем на вкус просто бомба офигительно я к сожалению не сомелье не могу передать эти вкусы но это вино здесь которое он делал с вами просто шикарнейшая и с этим хачапури домашним на природе у виноградника она заходит еще лучше чем любое самое крутое вино самых дорогих ресторанах продолжаем поедание к нам пришло в гости третье сухое вино опять красное очень терпкое с классным запахом опять же которое во рту раскрывается еще чуть побольше которое нужно подержать я думаю со временем оно еще чуть получше раскроется ждем следующих и как все люди сказали хотят более сладких вин а еще под конец шлифанем коньячком и чачей мы сейчас попробуем следующий вариант вино называется дамы и господа дир була это вино грузию не производится ни в магазинах ни в винзаводах нигде не найдешь некоторые семья и фамилия держим этот сорт винограда и делаем это вино и на востоке грузии и в западе грузии верхняя джарьи только у меня и для туристов каждый год я делаю около тонн вино и условно грузины называем этот вино царский потому что раньше грузинские цари говорят обязывали крестьянам в конце года обязательно принесли этот вино очень хороший против холестерина и поднимать иммунитет много нельзя пивать а каждый день выпивать пол-литра это лекарство и это сухой вариант бывает полусладкий вариант потом мы попробуем полусладкого сейчас попробуем сухой вариант так попробуем что за вино это сухое и грузию за столом мы возьмем наш а национальный тост за винограда за виноградная лоза по грузински мы говорим вот так вазу швили вид назардо значит мы ухаживаем виноград как новорожденного как ребенка вырубать винограда грузию это большой грех это невозможно если вы молодежи наверное читали или знаете что 80 годах горбачевский период советском союзе когда сделали сухой закон некоторых республиках со странах вырубали винограда а грузию мини трогали ни одного ну вы бы было такой маленький вариант ну для показа это в основном мини трогали ни одного и хорошо знали там краем что сделать грузию это опасно начинается революция это невозможно делать грузии мы пьем таком порядке что делают саженцы все сажают по земле что ухаживает что делает вино что выпивает вино место пьем за винограда за вино каумар джос сколько времени нужно чтобы вот сначала же сажают виноградную вазу да и до того через три года через три года первый урожай будет через три года а самую стопроцентно дает через 6-7 лет надо некоторые винограды дает от 8 до 12 килограммов некоторые три четыре часа килограммов вот этот дает сами максимум полтора килограмма больше не дает поэтому не делаю тут что же вино полусладкий вариант это определенно сегодня это наверное второе самое лучшее первое белое было тоже шикарное дегустация вина закончилась началась дегустация нормальных напитков чем покрепче типа чачи всего 56 градусов она на запах как какое-нибудь цветочное растение очень приятный запах алкоголя вообще почти не чувствуется и пьется очень легко насколько я не любитель крепких напитков это прям очень прикольно но наверно полную рюмку не стоит выпивать но вот по чуть-чуть очень хорошо а еще мне понравилось то что они сделали какое-то какую-то закуску это славяное тесто с творогом или сыром я не могу понять но ешь и очень вкусная а я на этом затыкаюсь и и идет коньяк бой мужикам нельзя спрашивать сколько я хочу поблагодарить вас и приехали грузию посмотрит грузию том числе будет семья участие процветание машина ваших фамилии вашей странам вот мой программа который мы вас предлагали дорогие без грузии моем семье и этот горе который посмотрели вокруг моего дома никогда не встречают друг друга а мы может пройдет несколько время и встретимся и до новых встреч вот вы программа дорогие гости спасибо вам за ваши гостеприимства спасибо дорогие за ваше вкусное вину а еще можно сфоткаться в национальных костюмах совершенно бесплатно когда хинкали хачапури и шашлыки уже надоели добро пожаловать на рыбный рынок здесь стоит сильный шум как будто бы рой пчел жужжит у тебя под ухом и каждый продавец пытается втюхать тебе свою рыбу не стесняйтесь пройти везде поторговаться и выбрать для себя лучший вариант мы выходим с уловом осетра жена занималась закупками на рынке ну а я поеданием поэтому мы приехали в ресторан фишляндия я дал рыбу за кадр чтобы приготовили на углях заказали пару салатиков и винишко с которым мы будем дегустировать нашу рыбку а пока рыбка крутится салатики мутятся но помимо салатов есть еще и замечательная ароматная свежая жареная не знаю на чем картошечка прям как надо прям как у бабушки со сковородки также мы заказали зеленый салат и маринованные грибочки грибочки это я вижу лисички еще нет не лисички какие-то короче какие-то большие грибы в меру соленые немножко уксусные на языке покалывают прям как нужно шикарные зеленый салат это обычный салат где очень много огурца салата айсберг и зеленых оливок ну и собственно его мы и попробуем для кого-нибудь вегетарианца или кролика самое то но я все-таки жду рыбу тадо 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 и так наконец-то нам принесли нашего лосося осетрину и несколько креветочек которые мы купили на рынке это все мега вкусно нужно сейчас все быстро поедать начнем с осетра или давать ладно с лосось немножко интересно что он свежий у них не было абсолютно времени на мариновку но они как-то обсыпали его такими классными специями успели зажарить что он просто тает во рту очень вкусный и прекрасный но перейдем к короне сегодняшнего вечера это осетр и однозначно осетрина это королевская рыба потому что он мне нравится в тысячу раз больше он более нежным более жирный и во рту прям растекается его готов к целыми днями есть почему у нас нету к сожалению осетра по такой цене и в таком количестве завидуйте молча я буду есть ну и креветочка они к сожалению совершенно никак не чистит поэтому саму приходится отрывать головы отрывать ноги раскрывать хитин тут можно короче ускоренную съемку сделать очень тяжело чистится потому что их нужно было заранее чистить берем гранатовый соус для креветки макаем сладенький немножко кисленький соус и свежая креветка которая была только недавно мне кажется выловлено хотя честно по секрету они привозные и не здесь растут очень хорошо они их не передержали поэтому не резиновые хорошие и самое классное даже несмотря на то что они их не чистили внутри нет никакой кишки так что можно их спокойно есть все без проблем поедается но вот собственно все что осталось от двух ребек и креветок мы думали что заберем это все с собой а сели и даже глазом не моргнули потому что все было мега вкусно зажаристо с шашлычком запахом угля и вообще просто бомбически если бы у нас такое подавали за такую же цену да я почти каждый день так питался а санс так приятные воспоминания видео от рынка рыбного мы переместились на обычный продуктовый здесь можно закупиться товарами на любой вкус тут тебе и сладкая черчхела свежайшие фрукты и овощи ароматные приправы огромный выбор разнообразных вин и много много всего и мы с радостью оставили на рынке пачку свежеобмененных лари но хочу вас предупредить как бы вы не хотели как бы вы не старались продавцы вас заставят купить все что нужно и не нужно итак по свету друзей мы зашли в ресторан который называется сакхли номер одиннадцать как написано у них на мил на чем специализируется этот ресторан здесь готовят стандартные грузинские блюда нестандартным методом поэтому это очень интересное место с красивым интерьером классным вином и необычными блюдами как нам наши друзья посоветовали здесь одно из самых интересных вещей нужно попробовать курицу чекмируль который мы кстати и заказали но пока мы ждем нашего заказа принесли вино сапирави которое у них стоит почти в два раза дороже чем в обычных грузинских ресторанах и очень интересная на запах она довольно таки терпая и мне кажется она чуть более теплой чем то которое должно быть хотя я им такой эксперт вине и может быть виднее что его нужно подавать более теплым они охлажденным она интересная конечно но мне больше нравится более холодные более сладкие также помимо вина чтобы не накликаться в жаркую погоду в билиси мы взяли обычный лимонаде куни и лимонад кстати бомба они добавили хороший вкусный сироп много цитрусовых мята и она прям очень хорошо освежает жаркую погоду так но это пока только начало напитки ждем нормальную еду прошло около пяти минут и самое интересное когда нам давали вино она уже немного поменялось скрылась и сейчас она уже чуть-чуть вяжет на языке стало чуть более терпкое и даже вот когда выпиваешь в конце есть такой вот после вкусе немножко сладкая да это очень интересно но не вином единым ибо нам еще принесли рыбный суп мы станем ухуевшие и попробуем его на камеру это кремовый рыбный суп крем немного свернулся я здесь вижу перец лосось немножко кинзы ну и попробуем каков он будет на вкус суп очень мега горячий но я бы хотел его сделать чуть более нажористый мне кажется он немного пустоват но при этом вполне неплохой я если честно ожидал чуть большего что я бы дома его привязал поинтереснее может потому что он очень горячий сейчас не ощущаю всего вкуса подождем пока остынет когда он остыл суп стал намного лучше и что хочется сказать есть крем-суп который почти полон состоит из сливок а есть уха в который добавили пару ложек сметаны и вот это вот именно второй тип если вы ожидали больше крем-супа тогда нет а если как уха со сливками с ложечкой сметаны или сливок это прям очень хорошо и так это как раз цыпленок чукмерули который сделан по особому рецепту в оригинальном рецепте брокколи вообще не добавляют и тут еще добавлены сверху какие-то специальные специи травы которые не идут в оригинальном рецепте что делают изначально они берут курицу обжаривают ее потом заливают сметану сливочным соусом и готовят немножко в духовке ну что ж попробуем один кусочек смотрите соус через вилку почти не протекает он очень густой и очень горячий вот что я скажу курица вроде обычная обжаренная но с хрустящей корочкой очень хорошая то соус делает почти все это блюдо я не знаю как они его сделали но это очень хороший соус очень офигенный классно поэтому чтобы насладиться куском курятины офигенной ты ее берешь макаешь жирненько в этот соус так вот прям чтобы очень было много дуешь чтобы он остыл вот этот белый божественный сливочный соус растекается просто по твоему рту я не скажу что это самая лучшая курица которую я в свою жизнь и соски не буду натирать от счастья но это определенно очень вкусно она это определенно стоит тех денег которые за это платил и стоит зайти чтобы эту курицу попробовать это у них правда действительно очень фирменное вкусное блюдо помимо классного вина еще грузия славится обязательно своим мясом поэтому мы решили здесь взять не шашлык но попробовать их стейк он с какой-то специально идет глазировкой украшенной немножко травами и идет с кашей паланта повар ошибся немного с прожаркой чуть пережарил но при этом мясо все оно очень вкусное нежное и вино и соус сделан на основе вина из сапирали это не пюре это каша паланта от нее еще идет пар очень интересный вкус когда уже обычное пюре надоело паланта в самый раз помогает сливочное классное очень вкусное мне это нравится но цыпленок шмирули мне нравится еще больше поэтому я пойду его есть а стейк отдам за кадр жене знаете я прошу прощения то что я сказал что стейк был пережаренный ему просто отрезал кусочек у края а в центре он как раз розовый сочный вкусный так как и должен быть и так можно мы поели закончили наш трапезу но как комплимент от шефа нам подали еще чача из крепких алкогольных напитков грузии мы еще никогда ничего не пробовали и чача я вообще пробую впервые в жизни она 55 градусов ой как не честно жаре разнесет это просто офигенно просто иногда пьешь водку и ты запрокидываешь и не хочешь чувствовать вкуса а тут несмотря на то что 55 градусов тебя обжигает но она приятными такими травмами обжигает как-то и тут все горло греет и она прям реально вкусная это не необычное чувство иногда какой-нибудь дерьмо виски пьешь и прям морщится а это очень классно вторую я бы не выпил но это прям очень классная и хорошая для интереса посмотрим что скажет жена я боюсь что резкий вкус это что-то сладкое сладенькое немножко не скажу что похоже на ликер но это как будто но не водка точно по сравнению со всеми алкогольными напитками это лучше конечно легче пьется несмотря на то что 45 градусов дней и даже почувствовал какую-то сладость и так разрешите вас представить всех звезд сегодняшнего вечера это стаут бостонская неипа мюнхенский хелис медовый эль это все сорта пива который мы сейчас заказали потом может быть закажем еще немножко и попробуем каждый из них по очереди и скажем что о каждом я думаю и так для начала начнем со стаута хочу сказать что этот стаут несмотря на то что он должен быть крепкий он довольно таки не крепкий легкий пьется и чувствуется как горбушка темного хлеба как я уже тысячу раз говорил про все стауты но действительно такой легенький и по сравнению с каким-нибудь russian imperial стаутом или еще какими таким плотными его можно выпить прям очень много и если вы любите стауты пить на протяжении всего вечера этот прям можно дальше идем бостонская неипа от нее чувствуется на запах вкус цитрусовых и кстати я ее уже попробовал и на запах она мне больше нравится чем на вкус чувствуется вот такая знаете небольшая маленькая кислинка после вкусе очень приятно но мне кажется немножко не хватает насыщенности но при этом неплохо мюнхенский хелис он же лагер на вкус это прям самое классическое пиво и причем хорошая если вот вы любите классическое пиво без всяких добавок без всяких вот вендрежи и вот самого обычная вот его нужно брать и медовый эль и вот реально очень отдает медом особенно вот сейчас она уже постояла чуть потеплела раскрылась и мед прям очень хорошо чувствуется очень классно мед прям очень медок и вот вы сейчас сидите и думаете какого хрена я так много болтаю и саша молчит я потому что у нас один микрофон я передаю ему микрофон и сейчас он будет все проводе рассказывать а так как мы уже пили все это то рассказывать я буду свои вкусовые предпочтения и лично я остановился бы вот на этих двух видах пива либо на классическом либо на медовом эле потому что в данный момент я очень сильно хочу пить и мне кажется что они лучше всего подходят чтобы просто утолить жажду стал тоже очень приятное пиво даже не знаю что сказать потому что я в принципе любитель темных пив это то тоже него которое можно долго пить мы бы сейчас еще долго рассказывали про пиво но позади нас сидят два оператора чё пиво мы вероломно отобрали для этого кадра поэтому мы его возвращаем обратно ждем нашу еду и закажем еще немножко пива и расскажем о других пивах которые будет сегодня вечером а вот это вот темное пиво у меня его провожено и она сказала копченостями отдает я такой точно такой тонкий запах и такой тонкий вкус копчености который я не учуял а она такая сразу копчености я такой да пришло новое пиво вот в таком чудесном бокале бар кстати называется две тонны и это также махал ай пей странно что и пей падают в таких бокалах в основном такие падают только лагеры потому что ай пей обладает таким тонким вкусом и и падают в тонком стекле чтобы разку распробовать вкус но попробуем и по либо я очень много перепил либо это и по очень похоже на лагер с чуть более более выраженной яркой горчинкой а хотелось какого-то интересного вкуса а это уже для меня очень более простая александр передаем не только кружку но и микрофон и видимо перепил потому что горчинку нет но горчинка есть как послевкусие она больше чем у обычного классического да наверное но это больше классика нежели то что мы пробовали интересный вкус да абсолютно согласен светлое свежее пиво классика пока мы ждем пиво принесли еще немножко закусок это кольца лука причем лук такой большой где-то они нашли сырные палочки из моцареллы и небольшие куриные что ж я возьму свои любимые луковые кольца обмакну соус и попробую хрустящего в фритюре соус немного крахмалистый но в принципе пойдет после второй кружки пива уже непонятно курица мне кажется немножко пересушенной но к пиву отличная закуска у нас все веселее веселее потому что прибыло не только новое пиво но еще и картошечка картошка фри у них кстати засчетная что нельзя сказать к сожалению о некоторых соусах потому что они парочку крахмалисты но с вы чили соус довольно таки неплохой который мы едим эту картошку прибыло пиво это дед пони от фирмы брюдок которая довольно таки неплохое известное по всему миру а у меня венский лагер и так александр ну что берите пиво чокнемся наконец-то первый раз и сегодня знаете вот это вот своими не пивовرك вот этот две тонны их пиво она немного разбавленная как будто бы водой кажется не такая насыщенная но при этом на первый вкус всегда очень прикольно и и вот это вот венский лагер она чувствуется не как летск лагер а на такое интересное много разваливаются конечно хочется чуть 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 более понасыщенный вкус но очень прикольно и для локальной пивоварни это очень довольно таки неплохо мне кажется если бы я жил в билиси я бы именно сюда ходил за пивом у них сейчас всего лишь 10 сортов пива но они всегда меняются и иногда тут всякие и кистлый и вишневый и разные другие сорта попадаются поэтому раз вместе я бы сюда обязательно заходил а это как я говорил пиво от пивоварни блюдок ипо и она более насыщенная более горькая и вот кто любит ипо и горечь вот именно это нужно я его уже попробовал но на кадр попробую еще раз это по секрету такой лайфхак как можно попробовать побольше пива просто вставишь камеру и говоришь что для видеоролика пробую это наверно я бы сказал классическая ипо этот вкус можно встретить не только здесь и я не могу сказать что он особенный но именно для тех кто любит стабильности классику он наверно будет подходящим хотя для меня он слишком горчит прямо слишком большая горечь вот это мне напоминает пшеничная легкая практически не горчит приятно пьется хотя нет чуть горчит но в принципе очень довольна и легкое пиво по сравнению с этими двумя какой выберешь вот это ну и таки на этом все спасибо что были с нами пиво было офигенное закуски чуть похуже но все равно очень крутые идем дальше путешествовать по грузии и пробовать новые вкусные места ну что можно закончить наш гастротур и на сегодняшний последний день мы зашли в немецкий ресторан но все равно с грузинским колоритом как продают как немецкие колбаски и шницели так и от жарули и хинкали ну что мы взяли по немецкому пивку и попробуем пшенично нефильтрованное ну что как вам пиво хорошее пиво светлое без послевкусия не горчит освежает пьется легко еще и под кондиционером когда сидишь освежает вообще супер шикарно а еще жене пока она сидела за кадром принесли милкшейк вот так он выглядит я немножечко отхлебнул только для того чтобы сказать какой вкус иначе она меня убьет это сделаю глоток чуть больше положенного как фильме тарантино там джон траволта говорил я не знаю стоит ли он 10 баксов но это просто охеренный милкшейк а так как кафе немецкое начнем со шницеля немецкого вот примерно вот так он выглядит так это не мое блюдо не мне его и пробовать но все равно я чуть откусно давай твой первый кусь а я пока попью еще пиво что самое интересное всем приносит вот такие тарелки дополнительные но все едят и стоят тарелки которые принесли ну что могу сказать обычно мясо в панировке да возможно много соли нет соли прям как только надо непонятно зачем подали апельсин мы никогда сколько я в германии и чехии путешествую ни разу не подавали апельсин но мясо прям такое как должно быть это знаешь сейчас я чуть доел соль действительно чуть многовато в панировке а в целом это вот прям классические шницели которые везде продукты германии и в чехии если гарнира к нему не не хватает какого-либо а так целом на 10 баллов кинг алик шницель на гарнир это прям классика в грузии а вот теперь и пошли грузинские национальные блюда это хачпури по-аджарски он же аджарули сейчас я покажу как он выглядит как есть качапури по-аджарски подожди эти отломлю берешь кусочек она мега горячая от него прям пар идет здесь масло и яйцо это все вот перемешиваем берешь вот так вот немножко сыра она все мега горячая маленький кусочек правда ну давай тебе на пробу горячая очень горячая это сыр сулугуни немножко яйца и масло я не знаю как они это делают я раза четыре пробовал делать хачпури по-аджарски дома где ни разу не получалось тесто а у них тесто мягкая сверху с корочкой прям как нужно такое горячая пышная шикарная и сыр сулугуни вот у нас в праге такого вообще нету здесь он такой вот солененький когда ты ешь отдельно его невозможно есть а здесь он прям как надо и с этим яйцом и с маслом он прям сочетание такое что это невозможно устоять и нужно жрать поэтому я его отдаю за кадр а ты че скажешь еще прикольно солененький че я тебе еще скажу после такого описания так а мы еще ждем ребра и хинкали а еще хочется сказать про хачпури по-аджарски он может быть и не такой вкусный сам по себе но вкуснее именно сам процесс делать когда ты отламываешь кусочек макаешь туда и это очень классно а тем временем приехали ребра ребра приехали не одни а с картошечкой с глазировкой барбекю и с аджикой она признаю ребра клёвые александр с чего вы начнете ребер или картошки картошки давайте с гарнира начнем я любитель картошки это как картофель по-деревянски он же айдаха очень запеченный картофель аджика нужна потому что мне кажется что вся соль с этого картошки пошла на мой розбив хотя она лоскенькая да картошка кстати неплохая но мне кажется ее нужно еще чуть посильнее запечь потому что она просто мягкая а сверху корочки не хватает это хорошо но для личности вот чуть-чуть на гриле подержать или просто в духовке на 200 градусов прям пару минут и все а то аджика клевая аджика огонь она такая остренькая классная это конечно не тот соус который ты пробовал на спасаем рукава на полтора миллиарда сковелей мне такой не нужен я все-таки еще хочу жить вот так выглядит в принципе одно ребро первое это обмазка обмазка делает это блюдо она прям барбекю очень вкусная классная а вот ребра немного суховаты или тебе не кажется кажется есть немножко так можно но мне нравится они немного суховаты и тяжело то немного проживать к пиву неплохо но вот просто заказывать я бы хотел их более насыщенные более мягкие на втором хорошие но вот обмазка обмазка делать это блюдо и аджика и аджика да аджика классно если вот так чего аджику и если у вас есть пиво с пивом все лучше в общем ребра мы отдали за кадр их попробовали не только мы и сошлись во мнении все-таки немного более сушеные чем нужно поэтому все-таки второй раз я бы уже точно не взял шницель из немецкого меню был намного лучше ну и последнее что у нас сегодня осталось это конечно же грузинские хинкали посмотрим насколько классно делают кутаиси хинкали в немецком ресторане сейчас посмотрим едим мы их неправильно но сок выпиваем сок вкусный тесто обычное тесто сейчас доберемся до мяса за кадром я скажу мы пробовали хинкали и в тбилиси и батуми и батуми пока были самые лучшие здесь тоже вкусные хинкали хоть я не добрался до мяса но сок мне очень нравится мы взяли хинкали с говядиной без трав без кинзы потому что кому-то она пахнет клопами и не всем нравится ваше мнение по десятибалльной шкале немножко переперченные как по мне так очень вкусные в общем мясо мягкое в принципе вкусное естся легко нравится бульон или юшка или соус как назвать его я считаю что там как раз достаточно специй хотя и кажется немножко переперченными составим второе мнение а кстати золотой как правило хинкали когда он приносит их никогда не начинайте их сразу есть подождите минут пять потому что они всегда очень горячие и тяжело особенно выпивать соус который внутри точнее бульончик ибо он еще горячее чем сами хинкали и так первый вкус открываем хинкали тесто хорошая мягкая тонко раскатывали бульон как будто бы говяжьего супчика сейчас наелся такого эти концентрированного несмотря на то что ресторан немецкий наверное это одни из самых лучших хинкали которые мы тут ели и сильно очень хорошие насыщенный вкус говядины никаких лишних специи кроме соли и перца очень классно очень хорошо поэтому наверное суда за частично немецкими и грузинскими блюдами однозначно приходить вот ребра только подвели а так все он не хорошо твое мнение по хинкалям полностью с тобой согласен а еще хочу сказать многие не считают что не надо есть верхнюю часть хвостик но как по мне это самое вкусное в хинкали ну ладно ну и таки на на этом все спасибо за просмотр и допиваем наш пивичка ваше здоровье